Мы с вами представим цель, здоровый образ жизни. Поможет нам в этом Катерина Самойл-Царк. Катя, прошу. Спасибо большое. Вот водичка себе взяла. Вы знаете, на самом деле я уже три года работаю на публике с аудиторией и каждый раз волнуюсь. На самом деле могу поздравить Владислава, потому что он выступал первый. Из опыта скажу, выступать первому гораздо-гораздо легче. Ты сидишь уже, все, потом легко, расслабленно. И думаю, боже, ну когда же мое выступление? Потому что действительно есть немножко такое переживание. Почему? Потому что я несу информацию, я даю ее вам. Конечно же вы, дорогие дамы и господа, решаете, принимать вам эту информацию или нет. Итак, у меня несколько таких вопросов. Скажите, пожалуйста, вам угощения понравились? Да. Вам атмосфера здесь нравится? Да. Вам нравится то, что вы видите за своей спиной? Да. В прошлый раз, когда мы проводили здесь встречу в Викасе, мы проводили ее на той площадке и так получилось, что спикеры стояли спиной к тому, что, допустим, вижу я сейчас. И мы решили сделать это немножко по-другому. Первая причина. Хотим тоже любоваться, но я понимаю, что вряд ли мы это будем делать, так как лично я, когда я работаю с аудиторией, я смотрю на вас красивых, веселых, позитивных. И я вижу после упражнения Вики, по крайней мере, и у мужчин, и у женщин есть улыбка, да, и такое легкое расслабление. Поэтому давайте начнем. Скажите, кстати, начну с себя, да, я у нас одна Екатерина, и Кира это первая девушка, которая называет мою двойную фамилию, потому что паспорт елся Екатерина. Я в прошлом, у меня еще девичья фамилия, это Зама, скоро будет совсем другая фамилия. Поэтому можно просто Екатерина. И я имею свой бизнес в Украине, плюс я визажист, и также я еще, ну так сложилось в связи с некими обстоятельствами, что я еще тренер по успеху, постановке, достижению цели. Итак, давайте начнем. Скажите, пожалуйста, что такое цель, и зачем она нужна, и зачем ее нужно поставить? Вот какие-то пару ваших таких комментариев. Цель – это отформатированная мечта. То есть мечта, которая прописана четко, что нужно сделать. Еще есть какие-то пожелания? Это мотивация. Мотивация. Да. Да, тогда можно на диванчике остаться. Совершенно верно. А зачем ее нужно ставить? Как вы думаете? Екатерина, давай, вот что-нибудь. Мотива очень много, да? А какую-то одну давай. Я когда книгу напишу, я, да, безвратима будет. Почему ставить цели? Ну, спортивные, например, для того, чтобы сделать свое тело достоин своего духа, ну, и различные цели бывают, смотря о каких говорим? Ну, так как у нас сегодня тема здоровья, мы поговорим конкретно о здоровье. Вам это интересно? Да. Я тут себе подготовила специальные шпаргалки, да, так, чтобы я не уходила далеко от темы. И так, перейдем к следующему пункту. Влад уже говорил о том, что очень важно ставить конкретные цели и понимать, зачем вам нужно здоровье. Ну, каждый из вас знает, да, зачем вам нужно здоровье. Давайте пару комментариев. Так, есть раз. Для радости, для счастья, для удовольствия. Так. Кто желает еще что-то сказать? В камеру не помещайся, у меня двигает немножко. Так, еще какие-то есть пожелания? Чтобы к цели к своей прийти. К цели прийти, да. Да, но я бы еще добавила, ну, по крайней мере, нам, женщинам, хочется быть красивыми, верно? Хочется быть стройными, так? Соответственно, и быть сексуальными. И еще, ну, мужчина, соответственно, так же, потому что нам нравятся симпатичные, интересные мужчины, красивые, стройные, подтянутые. Мы также нравимся им. И давайте тогда поговорим о том, что очень важно перед постановкой цели ставить... То есть цель должна ваша, любая цель, отвечать нескольким вопросам. Что именно вы хотите? Когда вы это хотите? Где вы это хотите? Да? Что, где, когда? Не сказать. И с кем. С кем? С кем? И сколько? Ну, есть и самые важные вопросы. Ну, например, я... Есть какие-то пожелания? Какая-то есть такая цель, с которой можно вот прям сейчас поработать? Полиана, у вас есть? Полиана, прислите, пожалуйста. Вот здесь какая-то цель. А можете ее озвучить, касаемо здоровья? Нет. Нет, ну, хорошо. Давай возьмем цель, это переход на живое питание. Переход на живое питание. Хорошо, давайте возьмем. Итак, очень, кстати, ваша цель, когда вы ее сформулируете, очень просто понять, может она осуществиться или нет. Вы просто подходите, грубо говоря, к пятилетнему ребенку, проговариваете свою цель. Если этот ребенок понимает, что вы хотите, то значит, так оно и будет. Почему? Потому что очень часто мы говорим, хочу это, хочу то, но нет конкретики, нет четкости. Соответственно, проходит какое-то энное количество времени, и мы не достигаем то, о чем мечтали когда-то или подумали. Есть очень хороший анекдот. Я вообще знаю пару анекдотов, один из них вам сейчас расскажу. Сидят две подружки, одна от другой говорит, ой, ты знаешь, я так хочу, а я снова хочу в Париж. А другая отвечает, ну что, уже была? Нет, я уже хотела. Поэтому, то есть, хотеть можно, но нужно конкретно, четко сформулировать. И не просто сформулировать, а делать некие шаги. И еще один важный пункт. Мы обычно хотим, вот девушки, вспомните, мы в детстве молоденькие, маленькие были, да? И мы хотели быть кем? Кем? Принцессами. Для того, чтобы найти своего принца. Совершенно верно. И лично у меня так было до определенного возраста, я в это верила, что я хочу найти своего принца, чтобы он там был таким, у него там было это и это. Но один мудрый человек мне сказал, не хочу тебя обижать, но чтобы был рядом принц, нужно быть кем? Принцессой. Принцессой. И я, придя домой, посмотрел на себя в зеркало, поняла, что немножко не дотягивает. Кавычка. И мне пришлось над собой энное количество времени работать так. И для того, чтобы быть принцессой, да, то есть стать принцессой для того, чтобы иметь рядом мужчину, которого мы хотим, и создавать тот образ жизни, наслаждаться тем удовольствием, о котором мы с вами мечтаем. Потому что каждый в глубине души о чем-то прекрасном и мечтает. Верно? И нужно, вот здесь такая схема. Я проходила один тренинг в прошлом году, она великолепно работает. Сначала нужно... Виктория, можно я воспользуюсь твоим альбомом и листочком, можно? Я знаю, что тут точно есть чистый листочек. Это гулейнг, вот, чистый, можно? Нет, 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 нет. Спасибо. Посмотрите. Обычно это очень удобно показывать на доске. Сначала необходимо, вот здесь такая схема, делать. Вернее, быть сначала, делать, а потом уже и иметь. Сначала нам необходимо стать таким человеком, принцессой. Для того, то есть в первую очередь стать здесь, стать здесь и почувствовать этот симбиоз, гармонию и наслаждение. И только тогда, как Виктория уже сказала, когда мы представляем себе здоровый образ жизни, да, хочу похудеть, хочу скинуть 5 килограмм. Ну, кстати, на сыроедение я не хотела похудеть, но так получилось, я заметила, все худеют. Поэтому, если кому-то это интересно, ну, так, попробуйте просто месяцок побаловать себя фруксами, овощами и различными вкусняшками. Ну, типа того, что вы уже кушали. То есть вы должны сначала стать таким, потом вам необходимо что-то делать каждый день, какие-то шаги, правильно? И потом только вы будете иметь то, о чем вы мечтали. Простая картинка работает во всех направлениях. Итак, давайте вернемся к нашей теме здоровья. То есть нам нужно, в первую очередь, представить себе картинку, какой мы хотим себя видеть через год, или, допустим, через 2-3 месяца, через год. Ну, допустим, лично у меня есть четкая цель на месяц, на год, на 3 года, на 5 и на 10 лет. Я знаю через 10 лет, как я буду выживеть. Я точно знаю, что у меня конкретно будет. Исходя из этих целей, я уже пишу цель. Сначала большую на 10, потом на 5, потом на год. И делю этот год. Что мне нужно каждый месяц делать? Потом месяц делила на 4 недели. Для того, чтобы не произошло, как у меня когда-то было. Начиталась умных книг и думаю, замечтала, записала в тетради, потому что есть фраза. То, что напишешь пером, не вырубишь топором, верно? Если вы правильно формулируете свои цели, без частички ни о чем, мы сейчас чуть позже поговорим, тогда вы это почувствуете, вы это увидите. И смотрите, что происходит. Вы свизуализировали, какой вы хотите быть. Вы лежите, вы и пропишите, какая вы. Никакой я буду тогда-то, через год такая. А я уже есть. Важно прописывать ваши цели в настоящее время. То есть я уже есть такая стройная. Конкретно, какой у вас вес. Допустим, лично я энное количество времени работала за своей кожей лица. У меня были проблемы. Но я над этим работаю каждый день, понемножку. И уже визуализирую, что вот есть красивая чистрица, вот есть картинка, прям с обложкой. И могу даже вам сказать, что недавно владела мне фотосессию. И года два назад я сфотографировала одну красивую девочку. Ну, то есть мне понравилась девочка. Я ее себе в альбом мечты, там, где все картинки, которые мне нравятся, я вклеиваю. И вот на одной из фотографий я прям стою так, у меня прям волосы так развиваются. И там у нее была такая вот, она как не пресса, такая вот дорожка. Раньше у меня ее не было. Не знаю, откуда она взялась. Но я когда это увидела, это сходство, мне так стало приятно. Спустя просто несколько лет ваши мечты осуществляются, совершенно верно, если вы делаете маленький шаг каждый день. Так вот, сейчас я вернусь к тем мыслям своим. Вы прописываете эти цели, вы делаете шаг за шагом. Но самое важное, для того, чтобы вы понимали, к чему вы хотите стремиться, какая ваша картинка, как у вас прекрасно развиваются волосы, или какие они, или как вы говорите, или как вы легко себя чувствуете, или сколько километров вы бегаете по утрам, сколько часов вы спите каждый день. Это вы все прописываете, представляете, и представьте, а что если у вас это есть уже вот сейчас, сегодня? Какое у вас внутреннее ощущение? Я была на некоторых тренингах Виктории Рай, и могу сказать, что она с помощью некоторых техник вводит в состояние удовольствия и наслаждения. И она часто говорит, запомните это ощущение. Я вас тоже призываю. Запомните вот это вот ощущение наслаждения, удовольствия, когда вам нравится вот та картинка, которую вы себе представили. И каждый день, у меня аж мурашки, и каждый день наслаждайтесь вот этим ощущением, потому что я представила другую еще себе картинку, поэтому мне очень приятно стало. И, то есть, получилось, что ваш мозг, когда вы подходите к зеркалу, не говорит, о, тут лишнее, там еще нужно убрать, там нужно еще что-то доделать. Ваш мозг говорит не о комплексах, не о минусах, а о ваших вкусах. А все мы знаем, чем больше мы говорим положительных вещей, чем больше мы фокусируемся на чем-то хорошем, то мы и притягиваем, мы как магниты притягиваем, к счастью я бы даже сказала, в данном случае у меня, все то, о чем мы говорим. Потому что иногда, скажем, не то, и не то и притянули. У вас, возможно, было такое, что вы только подумала, получилось. Было такое? Да, у меня такое очень часто, особенно здесь, на острове Самуе, он какой-то волшебный. И, действительно, это рай. С чем я вас и поздравляю, что вы находитесь на таком чудесном, прекрасном райском месте. Я фенея заканчиваю. Так, уже пора заканчивать, все, хорошо. То есть вы представляете это ощущение. Потом, в следующий пункт, да, быть такой, в следующий пункт, делать. И вы делаете каждый день, бегаете, качаете крест. Но самое важное для того, чтобы достичь вашей цели, вам необходимо, как вы думаете, что? Действовать. Что что? Действовать. Действовать, раз, что еще? Настрой. Вера, совершенно верно, настрой, что еще? Здоровье. Здоровье. Да, если человек не здоровье, то он к нему стремится. Он должен подпеть спокойно. Что еще? Энергия. Энергия. Да, об энергии, кстати, расскажет следующий выступающий, это Артур. И самое главное, точка отсчета. Так, то есть, где мы сегодня, не просто точка отсчета, это должны быть факты. Что такое факты? Это показатели, точнее цифры. В данном случае анализы. То есть, ну, например, мы каждый год с Владиславом просто для своего же интереса проводим анализ, то есть, рост, вес, целая карта различных показателей, все, что творится в организме, проходим разные диагностики. Лично мне понравилось, что я всего лишь полтора года сыроедка, да, очень иногда грешу, иногда грешу, я стараюсь меньше грешить, да. Так вот, смысл в другом. Смысл в том, что, когда вы знаете, где вы сегодня, а вы поставили себе желаемую точку, значит, вы можете разбить этот результат, вы знаете, что нужно, там, сегодня я, допустим, там, 80 килограмм, а хочу 50, так, через год. И вы можете поделить, чтобы не было стресса для организма. И вам это поможет знать, и вообще быть в курсе дел своего организма, это очень полезно. Вы знаете, что с ним происходит, в каком он состоянии, и знаете, что вы еще чувствуете? Вы чувствуете уверенность, ответственность за свой организм. И вот вы понимаете, что вы несете ответственность за себя, не правительство, не мама, которая оформит, не муж, который, допустим, обеспечивает чем-то, а вы сами несете ответственность за свое здоровье. Итак, сейчас посмотрю, что я еще так быстренько пробегусь. Так, еще я хочу с вами провести одно интересное упражнение, но перед этим я бы вам рекомендовала, Влад уже озвучивал эти книги, они мне тоже очень нравятся, очень вдохновляют, прочитать книгу Александра Свияша «Улыбнись, пока не поздно». Книга потрясающая, вы можете ее в аудио-варианте послушать, то, что мы делали буквально недавно, каждый день по одной главе. Это пару минут в день всего. Или, допустим, чтение. Десять минут в день, это не так уж много. Я начинала свое чтение первое, ну, когда вот начинала дисциплинировать себя, потому что дисциплина – это очень важно. Каждый день, но делать один маленький шаг своим целям. Я садилась в одно уютное место, где там никто вас обычно не потревожит, и вот прям вот десять минут, читая, никто меня не отвлекает. Ну, вообще-то в другом месте. Так, первая книга Наполеона Хилла, у меня вторая – «Наполеон Хилл. Законы успеха». Следующая – «Бода Шефер. Законы победителей». Вадим Зелан, один из любимых моих таких писателей. На мой взгляд слегка тяжелый, но очень интересный и совершенно другой подход к жизни, но меняется знание. Будьте аккуратны. У меня так было? Вадим Зелан книга называется «Аппографический трассер». И еще Роберт Киосаки. Есть такая книга «Богатая женщина». Уважаемые дамы, вот эту книгу я вам точно рекомендую почитать. «Богатая женщина». Ким Киосаки. Написала ее Ким Киосаки, это жена. А у Роберта Киосаки, кстати, вернемся немножко назад, о чем говорила Виктория. Если вы вспомните успешных мужчинок, ну, например, Генри Форд, Роберт Киосаки, рядом с ними были какие женщины? Если вы не знаете, то как вы думаете? Конечно. Успешные, богатые? Ну, да, да. Они были в гармонии с собой, и они поддерживали своих мужчин, что очень важно. И, вы знаете, еще очень важны такие моменты, как внешний вид. Почему? Если мы представляем себя успешным, здоровым, то, соответственно, мы должны как выглядеть? Такими, если мы будем ходить, врать ли, врать ли? Люди поверят, что мы успешные, здоровые и красивые. Поэтому, уважаемые дамы, 10-15 минут, особенно женщинам, уделяйте каждый день себе. Делайте массаж лица. Да, это очень легко, это просто. Это такое удовольствие. Каждый день перед зеркалом защищайте свою кожу, ухаживайте за ней. Также ухаживайте за своим телом, позволяйте себе различные спа-процедуры. Также и мужчины, потому что им это очень нравится. Кто подскажет? Мужчины, подскажите, это вам нравится? Я знаю, нравится, я делала несколько сюрпризов Владу, и ему это доставляло много удовольствия. И даже когда я подарила цветы, он был счастлив. Я не знала, что мужчины любят цветы. Он сам не знал. То есть, ну, нам нужно иногда, ну, не каждый день, конечно. Так вот, делая себе подарки, делая себе сюрпризы, позволяйте это делать мужчинам. То есть, когда вы к себе хорошо относитесь, к вам тоже хочется хорошо относиться. Когда вы меняете к себе отношение, и к вам совершенно другое отношение, на своем собственном опыте испытала. И еще, для того, чтобы вы достигали цели и не съезжали, да, я вам рекомендую вести каждый день журнал успеха. То есть, это итоги дня, что вы сделали. Если вы занимались йогой, то сколько времени? Если вы бегали, сколько километров? Сколько? За сколько времени, да? То есть, вы все фиксируете. Вы увидите, что даже ваш вес, становясь каждый день на весы, будет снижаться. Если вы просто будете приседать сегодня пять раз, завтра шесть раз, добавьте по одному разу, но каждый день. И вы увидите результат. Еще, если, допустим, коснусь немножко финансов, финансовой такой темы, я вам рекомендую читать книги больше на финансовую грамотность, чтобы изучать финансовую грамотность. Это вам поможет Бота Шефер и Роберт Киосаки. Видите, у Гугла они вам подскажут. Почему? Потому что, к сожалению, я сталкиваюсь не один раз уже с тем, что мы, лично я сама не владела этими знаниями. Деньги даже если приходят, мы их тратим. А как научиться откладывать, что с ними делать, потому что все мы с вами хотим иметь какие-то блага, какое-то удовольствие. А мы живем с вами в материальном мире, поэтому это, соответственно, деньги. И ими тоже нужно правильно распоряжаться и энергию тут сохранять. Так, и еще по поводу журнала успеха. Прям записывайте. Сегодня я заработала столько, а потратила столько. Даже ведение финансового отчета, это очень важно. Когда вы увидите, куда и сколько вы тратите денег, вы будете шокированы сначала. Я сказала, что все, теперь я не буду подсчитывать. Это были страшные картины. Но это было буквально неделю. Я каждый день писала четко на продукты, на еду, на погулять, на какие-то подарки, сюрпризы. Это вам поможет сделать, сбалансировать ваши финансы раз. Внутреннее состояние будет меньше стрессов. А стрессы это, в первую очередь, старение нашей кожи, это сбой в организме, да, и потом мы набрасываемся на всякие сладости и так далее. И кто любит сладкое, здесь очень вкусные сладости, пирожные, мороженое. И вы можете заменять тот обычный шоколад на сыроедческий. Вы съедаете всего лишь маленький кусочек, не наслаждаетесь. И вы становитесь такими удовлетворенными. И вам не хочется целую плитку, эту огромную съесть. Вы съедаете всего лишь кусочек. И пользы гораздо больше. Так, мое время истекло. Я была рада выступить перед вами, потому что я сейчас вижу веселые такие, ну, красивые глаза. У многих я вижу счастливые глаза. И я понимаю, что, наверное, информация, которую я отдала вам, да, скорее всего, была важна. Я рекомендую пользоваться. Конечно, ваш выбор выбирать, что вы хотите. И я вам желаю всегда оставаться такими же энергичными, такими же красивыми, позитивными. И каждый день выбирать себя, пироги. Потом все остальное. Потом мужа, потом детей. Об этом мне научила Виктория, да? Потом родителей, друзей, собачек и кошечек. То есть вот жать на такая очередность. Себя, когда мы выбираем себя, еще раз подчеркну, тогда нас выбираем. И... Ах, не хочется выходить. Вижу, Кира, уже машет. Ну, оставайтесь. Оставайтесь в этом состоянии. Но время ограничено. Поэтому спасибо большое за внимание. И буду рада услышать какие-либо вопросы, либо комментарии. Пишите мне ВКонтакте.